Как в век глобализации сохранить национальную самобытность малых народов? Что необходимо для того, чтобы молодежь не только сохраняла культурное наследие, но и приумножала его? Проекты на эту тему представили участники «Круглого стола». Встреча состоялась сегодня в Чувашском государственном институте культуры и искусства. Чувашские цифры, традиции и современное применение, открытое сердце Чуваши, кереметь. Всего семь проектов презентовали участники «Круглого стола». У каждого свое видение популяризации чувашской культуры. Проект «Поем. Чувашский алфавит» стал, пожалуй, одной из самых музыкальных программ. Светлана Владимирова признается, что этот метод помог ее ребенку быстро и легко запомнить чувашский алфавит. Идея очень интересна, потому что запоминается такой алфавит гораздо быстрее и веселее. И если в каждом детском саду и школе будет такая музыкальная азбука, детям гораздо будет веселее учиться и полезнее. Потому что колорит музыкальный, он и присутствует в этом алфавите. Еще одним не менее интересным проектом стал этнический городок. По плану этот островок национальных традиций раскинется прямо перед столичным институтом культуры. В основе парка – чувашские народные сказки. У нас в городе нету, вот именно, вот скажем, для туристов, кратко показать, рассказать свою древнюю, интересную, богатую культуру. Нету такого места. Для отдыхающих, для юго-западного района это как досопримечательность. Это очень здорово. В данное время, в 21 веке, мы должны популяризировать и пропагандировать свою национальную культуру. Потому что она очень богатая, она очень динамично развивающаяся. Потому что это показывает наши Агадуи, как живо реагируют наши люди, жители нашего города. Поэтому это мы хотим здесь уже реализовывать. Каждый из участников может внести лепту в сохранение родной культуры, притворив свой проект в жизнь. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика.